Скандальная книга Кадыр Сандерасы вышла в свет тысячным тиражом в июле минувшего года. Это издание уже вызвало в обществе массу недовольств. Книгой заинтересовались и в Государственной комиссии по делам религии. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции с участием представителей мусульманского духовенства. Проанализировав книгу, они выявили в ней признаки разжигания межнациональной розни. Кроме того, автор оскорбляет религиозные чувства верующих, прежде всего мусульман, отметили они. Участники конференции также предполагают, что это целый проект, за которым стоят некие силы. Конечно, открывают дела против терроризма, экстремизма, это всегда связывается с исламом. Но сегодня это прецедент. Прецедент, когда надо дело довести до конца, когда есть открытые оскорбления именно исламских символов, религиозных символов трех религий. И мне кажется, здесь государство должно занять очень жесткую, твердую позицию. Если этот год объявлен годом нравственности, духовности, то это должен быть показательным именно суд. Потому что мы должны поломать хребет именно тем силам, которые начинают действовать и работать в Кыргызстане, на разлад, на конфликт именно. Вместе с тем эксперты заявили, что автор, искажая слова из священных книг, ставит под сомнение религиозные убеждения миллиардов людей. Данная книга может привести к серьезным проблемам, спровоцировав конфликты между мировыми религиями, опасаются они. Их позицию поддержала и русская православная церковь в Кыргызстане. Зулпукар Сапанов в своей книге говорит, что Аллах – это шайтан. Кроме того, он пишет, что Аллах является порождением огня. Он оскорбил всех верующих, очернил и издевается над их религией. Сам автор скандальной книги Зулпукар Сапанов родился и вырос на Памире. По его словам, изучив родословную, он обнаружил поразительные, по его мнению, факты. Теперь он считает, все кыргызы произошли от одного создателя – отца Кыдыра. Основной посыл написанной им книги, как он уверяет, заключается в объединении кыргызов. С написанием книги ему никто не помогал. На его издание он потратил 190 тысяч сомов из своего кармана, уверяет он. Взять, к примеру, родословное древо. Там кыргызов делят на три группы. Правое крыло, левое крыло и ичкилик, или центр. Это активно используют и в политике. Моя основная цель – объединить кыргызов путем исследования истории и изучения родословного древа. Донести, что мы произошли от одного отца – Кыдыра. Я пришел к такому мнению, прочитав множество кыргызских эпосов, в частности, Манас. Религиозные деятели уже обратились с жалобами на автора скандальной книги в соответствующие органы. Кроме этого, сейчас дело рассматривает суд Первомайского района Бишкека. Очередное заседание по этому делу состоится 13 февраля. В Госкомитете национальной безопасности Назул Бухара Сапанова уже возбудили уголовное дело. Чекисты провели у него дома обыск, в ходе которого изъяли около 800 экземпляров книги и компьютер. Это сделано для проведения экспертизы. Кроме того, отрывки и сочинения Сапанова успели распространить некоторые местные газеты, на которые также подали в суд. Айбек Айдбаев, Манас Бакешев, НТС